Девять домов по улице Шаляпина, а это почти 300 жильцов, в этом году будут подключены к централизованной канализации. Это долгожданное для местных жителей строительство решит многие проблемы. Так как нет управляющей компании и нет субсидии, есть положение, что если есть управляющая компания, значит идет субсидия на вывод ЖБО. У нас же семья четырех человек полторы тысячи затраты в месяц на вакуумную машину. Но вот эти выгребные ямы, которые существуют возле домов, девять выгребных ям у нас там, и они, значит, все уберутся. Этого не будет. Не будет таких грязных потоков, не будет мух, не будет антисанитарии. Люди будут уже водой пользоваться, и мне кажется, сразу люди начнут в доме, как говорится, благоустраиваться. Согласно разработанной документации, диаметр труб канализации 200 миллиметров. Он рассчитан таким образом, чтобы подключить к сетям можно было и другие дома. У нас вообще централизованная канализация всего метров десять. У нас вот выгребная яма. Собираем деньги, чтобы это все сделать. Кто-то сдает, кто-то не сдает. Вот, может, это надо централизованно делать? Да, конечно, вот мы бы тоже подсоединились. После доработок и внесения некоторых изменений стоимость проекта составила более трех миллионов рублей. Строительство будет вестись на бюджетные средства. То, что у нас есть в проекте, мы постараемся сделать с удовольствием. Это с точки зрения создания бытовых удобств, это очень важно. Параллельно мэр обсудил с жителями и другие вопросы. В частности, осмотрели подвальные помещения. Одно из которых решено передать Верхнеудинскому отделению Забайкальского казачьего войска, которое окажет помощь в патрулировании района. Елена Петрова, Булат Бадмаев, Новости дня.